Усиление коллективных сил ДКБ и развитие военной составляющей будет продолжаться. Об этом в Москве заявил генеральный секретарь организации Николай Борзюжа. За последние 8 лет военные заказы членов страны ДКБ увеличились в 10 раз. Только в прошлом году коллективными силами проведено 6 совместных учений. Впервые прошли антинаркотические учения в высокогорных районах Кыргызстана. Проведены крупные операции на территории Афганистана. Генеральный секретарь Николай Борзюжа сделал акценты на информационной безопасности. За прошлый год было выявлено более 3000 опасных интернет-ресурсов. Около 400 которых закрыты. Они несли информацию экстремистского и террористического толка. Отмечая важность объективного освещения, Николай Борзюжа наградил журналистов и представителей пресс-служб силовых ведомств. Юбилейные медали 20 лет ДКБ получили казахстанские журналисты. В том числе собственный корреспондент в Москве Руслан Оспан и оператор агентства Хабар Тимур Алтынбаев. В течение 2014 года мы продолжим работу по военному сотрудничеству. Имею ввиду создание нескольких элементов коллективных сил. Речь идет о создании коллективных авиационных сил для транспортного обеспечения деятельности наших формирований. Речь идет о создании сил специальных операций. Мы предполагаем, что в течение 2014 года мы завершим работу по созданию единой системы управления коллективными силами ОДКБ.